В этой партии была одна из самых красивых комбинаций за всю историю шахмат. Я вообще, когда первый раз увидел эту комбинацию, был просто в шоке, потому что комбинация невероятно красивая и неожиданная. Поэтому всем рекомендую досмотреть до конца, в конце будет очень красивая матовая атака. Итак, мы играем за белых, начнём. Е4, далее чёрные сыграли Е5, мы играем конь Ф3, чёрные сыграли конь С6, и после хода слом Б5 у нас испанская партия. Чёрные играют А6, напали на нашего слона, мы его отводим на А4. Далее, чёрные сыграли конь Ф6, напали на нашу пешку на Е4, но мы её не защищаем, а делаем маркировку. И чёрные не могут забирать конь Е4, потому что знают то, что за пешку они просто будут страдать. Мы играем ладья Е1, нападаем на коня, и одновременно ладья и конь смотрят на пешку, да и ещё ладья рентгеном смотрят на короля. Из-за этого чёрные не рискнули, а просто сыграли Б5. Второй раз атакуют на нашего слона, точнее. Но мы слона уводим на Б3. Далее чёрные поставили слона на Е7, и мы играем С3. Под сходом С3 мы не только хотим сыграть Д4, захватить центр, ну и, как я говорил, в конце будет красивая матовая атака именно с помощью этого хода. То есть досмотрите до конца, после С3 мы можем вывести ферзя на ферзевый фланг и поставить очень красивый мат. Итак, чёрные сделали рокировку, ну и далее мы играем Д4. Захватываем центр, и чёрные сыграли Д6. Открыли поле для своего путь, диагональ для своего слона. Но мы сыграли А3, и уже защистили поле Ж4, и чёрные не могут ни коня, ни слона поставить туда. Но чёрные поставили своего слона на Б7, то есть они не могут так же на Е6 тоже поставить своего слона, потому что когда мы просто заберём слон Е6, им придётся забрать ФЕ, вот, слон Е6 мы просто забираем, и у них просто сдвоенные пешки. Из-за этого чёрные сыграли слон Б7, ну и мы играем ладья Е1. Защищаем пешку на Е4, потому что видим то, что в дальнейшем чёрные могут сыграть кони А5, могут забрать нашего слона, и после АБ у нас будут сдвоенные пешки, и одновременно чёрный слон с конём будут смотреть на нашу пешку. Из-за этого мы скорее хотим защитить эту пешку, играем ладья Е1. Чёрные сыграли ладья Е8, и это была ошибка. Почему? Потому что когда ладья стояла на Ф8, она защищала пешку на Е7, но мы не будем сейчас сыграть слонов Ф7, мы сыграем попозже. И так вот, с ладья Е8, да, они просто перестали защищать пешку на Е7. Мы забираем ДЕ, и в этой позиции забирать конь Е5 было бы лучше. Но чёрные забрали ДЕ. Если бы они забрали конь Е5, мы просто забрали бы конь Е5, произошёл бы размен, и позиция была бы равная. Но после ДЕ чёрные забрали именно пешкой. Ну и в этой позиции мы уже делаем жертву, это ход слона Ф7, шах. Делаем шах, королём наш 8, если уступить, то мы просто забираем слон Е8. И здесь была бы позиция равная, да, то есть этот ход намного лучше, чем забрать. Но чёрные забрали, сыграли короля Ф7, просто нужно было уйти и отдать материал. Но они забрали короля Ф7. Ну и, как я говорил, ход С3 нам в дальнейшем поможет. Именно с помощью него мы дальше выигрываем. Мы играем ферзь Б3, делаем шах. Если в этой позиции можно было бы также сыграть конь Д5, это был бы более лучший ход. Тогда мы просто забрали бы ЕД, напали бы на коня. И после того, как конь даже отходит на Б8, просто играем Д6, делаем шах и одновременно забираем слона. И в итоге у нас просто лишнее качество и очень сильная атака. И даже чёрный король лишил нарукировки, а у нас король под защитой. И за это мы просто тут выигрываем. Поэтому чёрные не сыграли конь Д5. Если королём уйти, допустим, на Ф8, то мы играем конь Ж5. Видим то, что грозит Ф7 мат, а также грозит конь Е6 с вилкой на ферзя. Допустим, чёрные видят то, что Ф7 грозит мат, они защитились, конь Д5. Но мы играем конь Е6 и просто забираем ферзя. Но чёрный король решил идти в бой. Играет король Ж6. Далее мы играем конь Х4 и делаем шах. У короля единственное поле отойти на Х5. И мы играем ферзя в 7. Делаем шах. Если королём сыграть Х4, то мы просто играем ферзь Ж7. И даже если я прямо сейчас вот включу стокфиш, даже стокфиш показывает то, что просто нужно отдавать ферзя. Всё равно тут чёрные выиграли. То есть просто проиграна позиция. Это даже компьютер говорит. Но после ферзя в 7 шах, чёрные не забирают короля Х4. Королём больше некуда отступать. Но на Х4 я вам показал. Если сыграть Ж6, то мы просто сыграем конь Ф5. Далее. Ладья Ф8. И тут, дорогие друзья, ставьте видео на паузу. И находите красивую жертву. Ну что ж, дорогие друзья. Надеюсь, вы нашли этот ход. И это ход ферзя в 7 шах. Блестящая жертва ферзя. Приходится больше вообще некуда отступать королём. Приходится забирать конь Х7. Единственный ход. И далее мы играем в Ж4. На А6 нельзя. На Ж5 нельзя из-за слона. На А6 нельзя из-за коня. Шах и мат. Так вот, дорогие друзья, это блестящая партия. Просто красивая комбинация. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал за такую красивую партию. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.